посмотрите какое потрясающее ягодное варенье у нас сегодня ежевика это лесная ежевика она очень ароматная и вкусная приготовили мы 5 килограмм в описании будет написан весь рецепт на 1 килограмм это один из тех рецептов которые в описании намного подробнее и пошаговой чем на видеорецепте в описании не только подробные пошаговый рецепт но и те способы проверки варенья на готовности я уверена вам понравится наш сегодняшний рецепт и вы будете его готовить вот такая вот красота у нас получилось ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты вы подписывайтесь на мой канал а я буду готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры поехали всем привет с вами домашняя кулинария и сегодня у нас мы готовим королевское варенье варенье из таких ягод как ежевика это самый любимый рецепт моей семье готовить мы будем вот из такой вот лесной ежевики она хоть и мелкая но очень ароматная и вкусная весь рецепт в описании под видео я напишу на 1 килограмм ягод у меня сегодня 5 килограммов ягод я ну и соответственно все ингредиенты я увеличиваю в 5 раз готовить мы сегодня будем самым быстрым удобным правильным и настоящим рецептом приготовления варенье из ежевики для начала я беру вот такую вот большую миску она должна быть обязательно широкая чтобы ягоды свободно плавали в сиропе для начала мы должны приготовить сироп я взяла вот такой стакан стакан 250 граммов и в каждом стакане 250 граммов сахара на 1 килограмм ягод я беру 1 килограмм сахара и 1 стакан воды сейчас моей миске 5 килограммов сахара куда я добавляю 5 стаканов воды ставим на газовую плиту и будем варить сироп пока сварится сироп за это время я приготовлю ягод то есть надо будет их очистить от плодоножек от щепок от листьев и промыть ягоды ну вот посмотрите как только закипает сироп я уменьшаю огонь и выкладываю уже очищенные промытые ягоды после того как мы всю ежевику помещаем в сироп ждем пока наше варенье закипит буквально варим 8-10 минут после чего оставляем ягоды в сиропе на растаивание до полного остывания можно с вечера ставить до утра за это время пока они остынут ягоды впитываю сироп и они абсолютно не развариваются на растаивание варенье оставляю 2-3 раза ну а на третье уже варим до готовности ну вот смотрите уже с этого края наше варенье начинает закипать мы шумовкой собираем пенку варим 8-10 минут и выключаем газовую плиту наше варенье уже начинает кипеть я засекаю приблизительно 10 минут после чего отключаю газовую плиту и оставлю варенье на растаивание ну а пока я шумовкой соберу с поверхности варенье пенку и продолжу готовить наше варенье ну вот уже 10 минут варится наше варенье ягодное варенье обычно не помешивают ложкой а просто вот так нужно будет немного потрясти вот так вот надо немного потрясти у меня хоть миска и тяжелая но это делают для того чтобы не повредить целостность ягод вот так вот а теперь я выключаю газовую плиту оставляя как минимум на 3-4 часа или с вечера до утра до полного остывания чтобы каждая ягода ежевики как можно больше впитала сахарного сиропа так они сохранят свою целостность но я оставляю варенье до полного остывания и после чего покажу что мы делаем дальше а теперь посмотрите как выглядит варенье после того пока оно остыло оставил я с вечера до утра но совсем холодный вот посмотрите я опускаю палец и он абсолютно холодный все ягоды свободно плавают в сиропе ну а теперь я включаю газовую плиту снова доводим до кипения варим до 8-10 минут и еще один раз оставим на растаивание ну а в третий раз последний раз мы будем готовить варенье до готовности и я покажу какое варенье у нас получится варенье ложкой не мешает просто вот так вот опускаю ягоды в сироп так как они часто поверхности а по необходимости можно миску просто немного потрясти ну вот наше варенье во второй раз начинает загибать оставляем еще на 10 минут после чего отключаю газовую плиту и оставлю до полного осыбания вот так вот варится наше варенье основа выключая газовую плиту ноfy debug traveмub 3 раз нужно доведем нашу варенье до готовности обязательно покажу какая красота у нас получиться ну вот в последний раз я включаю газовую плиту и довожу наше варенье до готовности она сейчас абсолютно холодная уже остыло вот посмотрите какое но вот такой Вот приятный цвет у нас получается Я доведу варенье до готовности Обязательно покажу, что у нас получилось И разливаю его по банкам Наше варенье уже готово Варила я 25 минут Так на готовность проверяли варенье наши бабушки Если варенье варится от центра в виде вулкана То он еще не готов А если он варится вот так вот мелкими пузырьками По всей поверхности миски Значит варенье уже готово Ну вот так вот проверяли наши бабушки Я возьму ложку сока Вот так вот разливаю по поверхности тарелки Тонким слоем Оставлю остыть И провожу пальцами Если остается бороздка, значит варенье уже готово Если оно сливается, значит нам надо еще доварить Ну а мое варенье уже готово И я разливаю его по банкам Ну вот посмотрите, варенье уже остыло Я провожу вот так пальцем И посмотрите, как остается бороздка Значит варенье наше уже готово Все три способа поверхности варенья на готовность я обязательно напишу в описании под видео И весь рецепт подробный, пошаговый Как готовить варенье будет в описании Вот посмотрите, сколько вкусного и ароматного варенья мы приготовили Подробнейший рецепт всегда в описании Все способы, как определить варенье на готовность Вот так вот все ягоды равномерно распределяются по всему сиропу Я уверена, наш рецепт простой, быстрый и очень вкусный Вам обязательно понравится И вы будете готовить ягодное варенье только по такому рецепту Ну а если вам понравился рецепт Вы подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, пишите комментарии Обязательно нажимайте на колокольчик И делитесь рецептами в соцсетях Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария Пока Субтитры сделал DimaTorzok